Театр Декораций, костюмов, репетиций, артистов и музыкантов. Но мы заглянем дальше и увидим больше. Где создают костюмы для спектаклей? А где реквизит? Мы заглянем в оркестровую яму. И даже под. Мы опустимся на несколько этажей вниз и заглянем под сцену. И посмотрим на нее сверху. Как устроен театр изнутри? Смотрите в проекте «Минск». Это мы. Большой театр – это не только о формах искусства, а это еще и инженерные конструкции. За кулисами от глаз зрителя скрываются подъемные механизмы, декорации, движущиеся платформы, световые приборы и персонал. Обо всем и поподробнее. С каждой стороны сцены находятся пульты управления. Без них ни один спектакль не состоялся. Это пульт помощника режиссера. Помощник режиссера во время спектакля – это самый главный человек. Потому что от него происходят все команды для всех служб, которые обслуживают именно непосредственно спектакль. То есть здесь есть связь и с пультом управления светом, и с самым главным пультом управления механизмами сцены, за счет чего происходит смена всех декораций. Как узнает помощник режиссера, в какой момент и что включает, спросите вы? Все просто. Существуют, я бы его так назвала, технические сценарии. Для оперы это клавир, то есть приложение всех музыкальных произведений на бумагу. В балете сценарий – это технический рисунок самого танца. Но это не все. С другой стороны сцены находится еще один пульт. Это пульт, на котором перемещаются все штанкетные подъемы, все световые фермы, все механизмы сцены, трансформация сцены. То есть все происходит с управлением этого пульта. Вся программа спектакля расписана по секундной до миллиметра. Каждый механизм, световой прибор, декорации занесены в компьютер. Для управления нужно лишь два рычага. Если смотреть на сцену зрительного зала, то увидеть весь масштаб невозможно, ведь ее глубина 33 метра, над головой 30 и под ногами еще 20. Пол, кстати, тоже непростой, а сменный состоит из платформ. Для оперы с поворотным кругом, для балета с эластичным покрытием. Сейчас мы с вами находимся прямо под сценой. Если мы посмотрим наверх, вот это вот сейчас площадки, они закрыли сцену. Но вот мы с вами видим, видите, такие направляющие. Вот это все, скажем, то, что позволяет абсолютно всему квадрату сцены опуститься на этот уровень. Еще есть возможность подняться одному человеку. Это лифт. Сейчас здесь не установлены лестницы. Вот сюда заходит человек. Сейчас площадка поднята в уровень. Сюда заходит человек, нажимают на кнопочку, и он выезжает наверх. Сейчас мы находимся над сценой. Точнее говоря, на первой галерее над сценой, где находится голова, мозг, сердце, не знаю, всего управления сцены. Этот шкаф, вот он хранит, скажем так, все спектакли, которые записаны в программном виде. То есть управление всеми вот этими вот механизмами. А что с оркестровой ямой? Она тоже есть. Большая, на 84 артиста. Опускается вниз, поднимается вверх, может даже спрятаться под зрительный зал или встать в уровень со сцены. Если и с технической частью все понятно, то поговорим о творчестве. Направляемся в цеха, где создают женские сценические костюмы. Из рук художника поступают эскизы, и вот этим мастерицам нужно воплотить их в жизнь. Очень много требуется усилий умственных в начале работы, чтобы понять замысел художника вообще, понять то, что он нарисовал, и это все воплотить в дальнейшем. Выкройки, примерки, ручная отделка и под каждого артиста. К одному спектаклю может быть отшито до 400 костюмов, и на это уходят месяцы. А на складах театра хранится порядка 40 тысяч костюмов. Сегодня на столах роскошные ткани и изящные силуэты, новые образы для Золушки на финишной прямой. Над созданием одного костюма может участвовать большое количество людей. И каждый по чуть-чуть свою лепту вносит, и в итоге получается действительно этот костюм. Это общий труд. Мы продолжаем путешествие и направляемся к могучим декораторам, без которых ни один спектакль не был бы таким красочным и масштабным. Практически под каждую постановку изготавливается макет с цены масштабом 1 к 20. Маленькая детализированная копия. К слову, его можно на выставке отправлять на столько ювелирной работы. Макеты и эскизы нужны для того, чтобы видеть общую картину. Без этого никак. Лишь потом изготавливают декорации в реальную величину. Допустим, в этом макете я старалась, чтобы понять самой, потом при изготовлении в настоящем, в реальном размере, понять материальность, допустим, кулис. Поэтому детально мы печатала их на шифоне, чтобы это была тюль. И чтобы понимать, как тюль может сочетаться с такой жесткой материальностью металлической арок. Или камня. Как сделать паутинку, которая в маленьком размере делается легко. А когда это делается в реальном размере, то материальность как и из чего это делать, это нужно придумать. И часто это нужно придумывать в первый раз. И не ошибиться. Возможности ошибок почти у нас нет. Последняя на сегодня точка соприкосновения с искусством. Девятый этаж театром. Живописный цех. На полу вы видите 20-метровые полотна, расписанные вручную большими кистями. У художника права на ошибку нет. Ведь если в маленьком формате огрехи будут едва заметны, то в большом все будет видно. Именно поэтому здесь есть мостик, чтобы смотреть на полотна сверху. Над одним спектаклем трудятся почти 100 человек. Без артистов, музыкантов и постановщиков. Месяцы подготовки. Такое оно закулисье театрального мира. Большой театр как отдельная планета, где непревзойденное мастерство делает сказку явью, а зритель может стать ее частью. Полина Макея, Луна Глинистая, агентство Минск Новости.